Доброе утро, все мои зрители и слушатели! Я вас люблю, это однозначно, потому что я чувствую вот эту взаимосвязь, и я очень вам благодарна. Кстати, хочу именно сегодня начать это видео из благодарности за то, что вы пишете свои комменты, задаете свои вопросы. Конечно, я хочу дать на них ответы, я дам, я просто думаю, наверное, я думаю над этим, как это сделать, наверное, отдельное видео, там отвечаю на вопросы или по ходу действия. Ну, можете подсказывать, как вам лучше. Мне кажется, что я и по ходу действия много разговариваю, потому что реально говорю много. Сегодня не будем тратить время, потому что получилась такая возможность, она у меня бывает очень-очень редко, это то, что я могу уехать с ночевкой на море. Вот я хочу там, на одну ночку, да, вот хочу увидеть там закат солнца, вот так, ну, хотелось бы вот так погулять и подышать морем, вот так вот вечером спокойно, потому что у нас жара невыносимая, как и везде сейчас, я так понимаю, так я смотрю, что такая аномальная жара, даже в тех регионах, в которых особо не жарко. Вот, 35-38 до 40 доходит, да, выше температуры тела, это ужас, да. Вот, так что не тратим время, едем на море. Пошли. Всем добрый день. Как вы видите, я нахожусь в зоне отдыха. Это опять зона Касавио. Так, в районе, сейчас я нахожусь в районе 50 километров от Местре, от Венеции по суше. Если от Венеции по воде, то это ближе. Но так как я еду на своем транспорте, то, конечно, я говорю вам за сушу. Мауро уже там, он поехал утром, он поехал на водном транспорте с Венеции и поплыл. И когда он приезжает на пункт Асабиони, это точка на берегу лагуны, а там есть стоянка, он забирает машину свою и едет к своей квартире, которая уже находится через, ну, так вот, от лагуны там по страде, по дороге немножко, там, и сразу же море. Как бы там совсем рядом небольшое такое земляное расстояние, или как это сказать, лагуна там разделяет, так как на Лида, лагуна разделяет там самая большая ширина, на Лида это 2 километра, 2000 метров, да. Видите, передо мной машина с номерами немецкими. И вот одна заходит сюда, одна выехала. То, что я вам говорила, что тут отдыхают немцы. И немцы после Второй мировой войны, они хотели забрать эту территорию себе. Но итальянцы отвоевали. Мне очень нравится, но очень мне нравится вот эта вот дорога с этими соснами. И я вот всегда, когда еду, я так наслаждаюсь и хочу с вами поделиться, со всеми своими знакомыми, друзьями, вот просто передать эту атмосферу. Кстати, в Касаве, там, где у Маура квартира, на берегу моря, да, практически, вот, то там есть и немецкий бункер. Но как-то я там ни разу не была. Вот я даже не знаю, закрытая эта зона или не закрытая, можно туда войти или нет. Вот, немножечко история. Сейчас мы будем обедать, сейчас мы встречаемся с Мауром в ресторане, тоже на берегу моря, у Патрика. Ну, Патрик, это хозяин ресторана. Это тоже семейный бизнес. Тут в основном как и в турках, так и в итальянцах. Ну, все, везде семейные бизнесы. Вот, мы встречаемся уже там, потому что Маура там уже с утра, то он себе там принимает загар. Вот, а я вот подъезжаю немножко попозже, как раз на обед, пообедаем, и тогда уже на пляжке ищу я. Лягу немножко на солнышко. Я вам сказала, ляжу. Это же неправильно. На русском это будет лягу. И сразу мне вспомнилась песня Себры, да, я не помню. Белорусский такой был он сам. А я лягу, прилягу. Вот так. Все мы братья и сестры, я имею в виду славянский народ. Я не понимаю этого разделения. Ну, вот впереди, впереди море. Я уже вижу Маура, который меня встречает. Я сейчас буду парковаться на парковке. Ну, нам разрешают тут парковаться бесплатно. Это приватная парковка, но так как мы постоянные клиенты. Маура, последний год 30, наверное. Вот мы паркуемся здесь. Ну, я тоже уже не все знают, но я тоже паркуюсь без проблем. Бесплатно возле ресторана, на пляжике. Ну, вот написано резерватор, ресторанты. Ну, ресторанты это такое, там, ну, как-то тут очень много в этой зоне. Нету таких вот ресторанов, знаете, чтобы ремонты были какие-то. Вот как-то у нас более принято. А это все кемпинги, кемпинги, где отдыхают немцы. Вот они любят отдыхать вот так вот, смотрите. Я не знаю, в палатках там таких. Вот я так никогда не отдыхала. Вот, а немцы с года в год приезжают вот со времен Второй мировой. Вот мне даже интересно посмотреть, как-то. Меня сейчас вам... Вы посмотрите, я одно не могу, потому что не достаю, а вам вот покажу немножко. Вот, потом посмотрю сама, что получилось на видео. Вот, выхожу сейчас. А это ресепшн кемпинга. Везде вот такие вот палатки. Ну, а ресепшн сам красивый, да? Ну, и вот тут поднимаемся, вы сейчас видите, почему-то Маур сел. Ну, вот смотрите, Советский Союз, да? Ялта, мне напоминает Ялту. Мы в Ялту ездили с шести лет. Меня бабушка Элесь Печи возила с собой. Она два раза в год отдыхала, как медработник. И так я выйду. Сейчас выйду сюда. Покажу вам сразу море. Ну, и меня возила всегда. Почему-то только я здесь не была. Это я для Маура говорю. Сейчас я хочу показать вам пляжик. Вот такой. Такой вот тут Венеция пляж. Ну, не Венеция, это... Вы же знаете, что Венеция на лагуне, где заканчивается лагуна, начинается море. То вот это у нас такие пляжики здесь. Вот так. Все, идем кушать. Всем приятного аппетита. До встречи. Что это? Они только чтобы приветствовались, а я что-то не сняла. Вот такой вот веет. Вот ресторанчик у них. Вы видите, тоже семейный, как я говорила. Ничего такого нету вообще. Вот я снимаю с улицы, кстати. Это с улицы. Потому что мы не знаем, или садиться внутри, или садиться на улицу. Вы знаете, что я забыла? Вот только что вспомнила, что я сегодня покушала, и я вам не показала блюда. Извиня, прошу извинения просто, потому что, ну реально, надо же быть голодной на эти морепродукты. Аж постоянно мы их кушаем с Маурой, да? И вот, ну, когда встречаемся с Маурой, да? То всегда кушаем морепродукты. Он знает, что мне нравится, и как бы если едет ко мне домой на обед, то покупает морепродукты. Или когда мы где-то едем так отдыхать, там на вечер, на ужин, то тоже всегда кушаем морепродукты. И я забыла вам сделать видео. Я кушала косы в чесночном соусе с белым вином, много петрушки, и мама Патрика очень вкусно готовит эти косы. Вот. И Маура кушает грильяту, ну не грильяту, фри, морепродукты фри. Но рядом соседи заказали еще антипасту рыбную. И я говорю, хочу антипасту. Так что сегодня вечером, наверное, потому что мы были в своем одном из любимых ресторанов в этом году, где поменялись директора, из которых называется ресторан на берегу лагуны. Вот. И там поменялись как бы обслуживающий персонал и директор, и нам не понравились блюда, которые они готовят в этом году. Вот. Всегда было вкусно. И там называются пескоторы. А пеша – это рыба. Ну, пескоторы – это, ну, типа там все рыбное. Вот. В этом году мы расстроены, потому что невкусно было. И вот в Патрика мы посмотрели, что все-таки, да, Патрика классно. В этом году Патрика более нам понравилось. Ну, и Маурицию классно. Ну, Маурицию – это я уже вас водила в этот ресторан, в Маурицию. То бишь, извините, пожалуйста, если все нормально, то вечером мы пойдем опять. Ресторан такой себе, вы же понимаете, никакого интерьера нет, ничего. Там пластиковые кресла, столы, потому что это прямо на пляже. Ну, реально на пляжике, да. Вот. Но мы сюда идем не за интерьером, а мы сюда идем вкусно покушать и за приятной атмосферой. Потому что они уже Мауру знают много лет, они уже меня выучили за три года. И очень добрые люди. Мауриш играл в одном из ансамблей венецианских. Он играет на... Как называется? Господи. Ой, Боже, забыла. Ну, типа фортепиано маленькое, как называется. Боже, как я тут начинаю все забывать. Боже, просто эти все языки в голове. Вот. И Патрио тоже поет и дает уроки игры на гитаре, вот когда вот сезон. Потому что они работают реально. Это же морская зона. Они работают только во время сезона, там, три-четыре месяца, да. А в прошлом году вообще сезон был очень короткий. Вот. Так что им есть о чем поговорить. Ну, интересные люди, интересно общаться. То мы сюда едем и за атмосферой, и вкусно пообедать или поужинать. Мы, кстати, тут не ужинали никогда. Я думала, что сегодня вечером мы пойдем ужинать в один ресторан. Там в основном мяско. Они открылись, в прошлом году было закрыто. Но когда видела морепродукты и антипасты тут, говорю, не, Маура, сегодня вечером идем сюда, к Патрику, потому что я на рыбу всегда голодная. Не знаю, почему. Мне очень нравятся морепродукты. Мама моя не кушает морепродукты. Мама кушает только рыбу. Ну, вот рыбу там, сальмоны, красную рыбку. Все рыбы, которые тут есть, она кушает. Но такое, как кальмары, там, креветки. Она говорит, это все жабы, я этого не кушаю. Вот, так что я вам обещаю вечером заснять. Уже извините меня, пожалуйста, что я забыла сделать вам сегодня видео этих блюд, которые я покушала сама. Все, папа, иду на пляжик. Ну, постараюсь щуточку принять солнечные ванны. Не знаю, насколько меня просто хватит, потому что я к солнцу отношусь не совсем. Мне может болеть голова и такое, разные. Маура, то как питон лежит на солнышке. А я, не знаю. Все, папусики. Увидимся попозже. Сегодня вечер, и можно сгореть. Но загорать мне нравится, когда вечерок. Маура сказал, что ему холодная вода. Я, конечно, покупалась. Я вам себя не показываю, потому что я в купальном костюме в последних лет здесь себя не показываю, потому что знаю свои дефекты и мне как бы стыдно. Маура в красивой форме, смотря на его возраст. Сейчас скажу, он 63-го года. У него форма очень красивая, потому что он с 15 лет занимается спортом. Но его показать уже сейчас теплым. Ну, чуточку покажу. Девочки, мы все на первый план. Мулаточки. Да, море бушует сегодня. Но вода, как на меня, то теплая. Ну, вот. Водные процедуры, солнечные ванны позади. Сейчас надо заехать помыть своего красавчика, Ситроенчика, который у меня тоже очень любит водные процедуры, желательно раз в три дня. А то он у меня такой мурзилка, ну, без гаража, ну, что имеем, то имеем. И потом часик на сборы и подготовка к вечеру. Сегодня выходной, прекрасно. Так, мы приехали на оператив. Перед тем, как ехать в ресторан, мы приехали на оперативчик. Это возле Маура квартиры, тоже возле моря, недалеко. Вот такой ресторан, не знаю, насколько персон тут. Вот три года было закрыто, вот сейчас открыли, даже там вот и второй этаж, но балки это ихние, как бы, это венец, это весь здесь, здесь они, как бы, хотят сохранить такой, но я вижу, что это новые балки, но сделано так просто. Тут в основном, тут не рыбку готовят, тут в основном мясные продукты и пицца. какие у них залы. Не знаю, насколько это людей рассчитано. Сейчас я вас подведу, покажу. Вот там пиццерия, да, пиццы там делают, как раз. На улице еще сколько места. Смотрите, сколько места на улице. Чао! Я не знаю, насколько этот человек пятьсот, или больше. рассчитано. Ну да, для этих всех туристов, которые приезжают сюда отдыхать, вот эти все кемпинги. А, и тут делают пиво. Хозяин этого ресторана, этого заведения, у него есть и свой кемпинг. Самый лучший тут считается. Здесь мы решили сделать оператив. вот, а потом Александр к нам приехал и делаем оперативчик, а потом себе поедем уже тот ресторан, где были днем, потому что хотим рыбкой покушать. Хотя надо посмотреть меню, и может быть нам понравится тут меню, и мы поменяем. я настроена на рыбку. Нет, будем рыбку кушать. Грации. Смотрите, я попросила меню, вот, и мне вот принесли таблики, надо смотреть таблики. Первый раз я вот такую вижу, что таблик надо смотреть. Менюшка сейчас посмотрим. Хочу посмотреть, что у них есть на вечер. Это я сказала для Патрика, что мне как-то мало, и капассанды Маура готовят лучше, чем они, то он мне подарил еще, ну, как бы запрозентовал два капассанда. Смотрите, какая красивая луна. мы уже поужинали, вышли с ресторана, Маура пошла рассчитываться, а я снимаю луну. Красивая, полная, оранжевая луна и прибой. Чокостью, два я отличная луна. Мастер